Алексей, вы слышите нас? Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, мы, по-моему, все заработало у нас, да? У нас был какой-то тут период технических проблемок, они сейчас решены. Поэтому спасибо вам за то, что вы отозвались и принимаете участие вот с лекцией. И, собственно, я предоставляю вам слово, и мы с интересом вас слушаем. Спасибо. Спасибо. Я постараюсь активировать экран. Я надеюсь, что вы видите экраны, что все работает так, как оно должно работать. Все тогда. Итак, моя лекция будет про кальциевую сигнализацию, биоэнергетику и клеточное повреждение, ниширующие события развития острого панкреатита. Последний раз я читал лекцию на русском языке примерно 25 лет назад. Поэтому заранее извиняюсь за некоторые лингвистические проблемы. Первый слайд показывает барельеф, который можно увидеть на старом здании отделения физиологии университета Ливерпуля. Здание было построено для Чарльза Шерингтона, одного из восьми лауреатов Нобелевской премии, ассоциированных с нашим университетом. Оно показывает два компонента экспериментальной медицины – физиологию и патологию. Университетская молва утверждает, что дама, изображающая физиологию, была смоделирована с супруги Чарльза Шерингтона, и моделью для патологии была супруга профессора патологии. Это, собственно, возвращаемся уже к ацинарным клеткам. Основным интересом моей лаборатории является клеточная сигнализация, клеточная физиология. В частности, одной из моделей являются конкретические ацинарные клетки. Этот слайд показывает распределение клеточных органелл, конкретических ацинарных клеток. Собственно, клетки в проходящем свете, секреторные гранулы, гольчий аппарат, тесно прилегающий к секреторным гранулам, митохондрии, обволакивающие аппарат Гольджи с базальной и латеральной части клеток. А также очень хорошо развитые элементы эндопазматического ретикла. Основной механизм сигнализации, который мы исследуем, — это кальциевая сигнализация. Это один из примеров таких кальциевых сигналов. Это локальные кальциевые сигналы, которые вызываются ацетилхолином. Вы можете заметить, что эти сигналы возникают в эпикальной части клетки, в районе секреторных гранул, развиваются в этой части клетки и затухают в этой части клетки, не распространяясь в базальную часть клетки. Эти сигналы ответственны за секрецию, за секрецию экзоситозом, за секрецию предшественников пищеварительных ферментов. Эти локальные сигналы, как вы видите, также отвечают за секрецию жидкости. В данном случае этот локальный сигнал мы вызвали искусственно, используя освобождение кальция из фотоактивируемого предшественника. Эти кальциевые сигналы, как вы видите, связаны с активацией хлорных каналов. Мы одновременно электрофизиологически меряем электрическую активность клетки. Кальциевые сигналы связаны с открытием хлорных каналов. Хлорные, открытие хлорных каналов, естественно, необходимо для секреции жидкости. Что удерживает эти кальциевые сигналы в эпикальной части клетки? Почему они не распространяются? Этот слайд показывает, верхняя часть слайда показывает локальный кальциевый сигнал, который развивается в эпикальной части клетки, и нижняя часть показывает распределение клеточных митохондов. Вы видите, что эпикальная часть клетки, секреторные гранулы, находятся в этом районе. Эпикальная часть клетки ограничена митохондриями, которые образуют максимальную плотность вблизи секреторных гранул. Мы называем это митохондриальным поясом. И митохондрии, используя кальциевые каналы, которые позволяют захватывать кальций в матрицу митохондрий, позволяют ограничивать кальциевые сигналы в эпикальной части клетки. Создают так называемый mitochondrial firewall, митохондриальную стену огня для распространяющихся кальциевых сигналов. Что происходит при этом в митохондриях? Мы можем наблюдать за активностью цикла КЕПСа в митохондриях, используя автофлюоресценцию NADH. NADH является основным донором электронов, который производится в результате цикла КЕПСа, является донором электродов для электронного каскада, который функционирует на внутренней мембране митохондрии. Вы можете заметить, что распределение флюоресценции NADH очень сходно с распределением флюоресценции митохондриального кальциевого индикатора. В обоих случаях явно покрашена одна и та же органелла. Когда мы стимулируем клетки физиологической концентрации CCK, вы видите, что возникают осцилляции. Это осцилляции скорости цикла КЕПСа. Каждый пик этих осцилляций означает ускорение и замедление цикла КЕПСа. В основе каждого пика является кальциевый сигнал, потому что кальций, который входит в митохондриальный матрикс, активирует кальций-зависимые дегидродиназы цикла КЕПСа и увеличивает скорость работы цикла КЕПСа производства NADH. Таким образом, кальциевые сигналы, которые захватываются митохондриями, определяют, регулируют биоэнергетику этих органелл. Мы можем мерить, что происходит с клеточной АТФ. Для этого мы инфицируем клетку, используя вирусы, содержащие соответствующие вектор для лициферазы. Лицифераза экспрессируется в вакцинарных клетках. Это калибровочный эксперимент. Вы видите, что когда мы увеличиваем концентрацию АТФ, клетки увеличивают биолюминесценцию. Когда мы уменьшаем концентрацию АТФ, вы видите, что клетки уменьшают биолюминесценцию. Таким образом, мы можем мерить АТФ цитозоли клеток, мы также можем мерить АТФ митохондриев. Это достаточно удивительный, на мой взгляд, слайд, который показывает, что когда мы стимулируем ацинарные клетки, то концентрация АТФ в клетке не падает, может быть, даже немножко увеличивается. Это результат удивительный, потому что, когда мы стимулируем, клетка увеличивает потребление АТФ. Клетка секретирует, клетка секретирует за цитозом, клетка секретирует, открывают различные ионные каналы, активируется натрий калиевая, кальциевая атефаза. Расход АТФ увеличивается примерно в три раза. Тем не менее, концентрация ацетозольной АТФ, если не меняется, то слегка увеличивается. Это показывает эффективность стимула с метаболизмом каплинг, связи между сигналом и метаболизмом, который медиируется кальциевым сигналом. То есть механизм этого очень эффективного удержания и даже увеличения концентрации АТФ работающей ацинарной клетки связан с входом кальция в митохондрию, активации дегидоргина в циклокрекции и активации биоэнергетики этих клеток. Кальциевые сигналы бывают локальными, кальциевые сигналы бывают глобальными. В данном случае более высокая концентрация ацетилхолина приводит к кальциему сигналу, который возникает в эпикальной части клетки, но потом распространяется по всей цитоплазме клетки. Такие кальциевые сигналы можно обнаружить даже при физиологических уровнях стимуляции. Большинство сигналов будут локальны, но время от времени будет возникать транзиентный глобальный кальциевый сигнал. Это, по-видимому, нужно для синхронизации процесса секреции с другими процессами клетки, вовлетающей на кальциевую сигнализацию в клеточном ядре. Если мы увеличим интенсивность стимула, в данном случае высокая концентрация СССК, 1 наномоль, то возникает кальциевый сигнал, содержащий кальциевый пик, долгодовременное кальциевое платон. Это кальциевое платон вызывает кальциевую токсичность. Этот короткий фильм показывает развитие кальциевой токсичности, эффект долгодлящегося кальциевого сигнала на митохондрию. Видите, что распределение этих органол меняется в ацинарной клетке. Вы видите, что флоресценция этих органол меняется. Я покажу этот фильм еще раз. Это момент стимуляции, перемещения митохондрий и потеря флоресценции. Метахондрии покрашены индикатором, который идентифицирует, проявляет митохондриальный потенциал. Потеря флоресценции означает потерю митохондриального потенциала, и, соответственно, в таких условиях митохондрии не могут производить АТФ. Итак, долгодлящиеся кальциевые сигналы вызывают кальциевую токсичность, повреждают митохондрию. Это другое проявление кальциевой токсичности. Формирование эндецитозных вакуолий в ацинарной клетке. В данном случае фильм показывает кластер из трех ацинарных клеток, которые погружены в облуклеточную среду, содержащую флоресцентный индикатор. И когда мы стимулируем клетку, клеточный индикатор захватывается путем эндецитоза из неклеточного раствора, и мы можем увидеть, проявить эти эндецитозные вакуолии. Возможно, вы помните аккуратное, структурированное распределение клеточных органелл. Секреторные гранулы, после этого аппарат Гольчи, митохондрии, элементы эндопазматического ретикулы. Эдецитозные вакуолии, которые могут быть до 10 микрометров в диаметре, возникают в аппекальной части клетки, расшвыривают секреторные гранулы, проходят через митохондриальный барьер и каким-то образом продираются через очень плотно упакованные слои эндопазматического ретикулы, в некоторых случаях добираясь до базальной части клетки. Удивительное событие. Эдецитозные вакуолии возникают в результате compound exocytosis, по-видимому последовательного эндецитоза, который используется в этом виде клеток. Эта часть слайда показывает электронную микроскопию последовательного эндецитоза. Вы видите секреторные гранулы. Это структура, которая сформировалась в результате последовательного эндецитоза. Вначале одна секреторная гранула сливается с пазматической мебраной, затем следующая гранула с первой гранулы и так далее, формируя компаунд exocytotic structure, структуру последовательного эндецитоза. То есть эта гранула уже доставила свой материал в эту структуру, эта гранула еще только собирается экзоцитировать. В нормальных физиологических условиях такие структуры разбираются небольшими эндосомами при интенсивной каталогической стимуляции вся структура отсоединяется целиком, формируя эндецитозный луковоль, который начинает перемещаться в двух клетках. Важно отметить то, что внутри этих эндецитозных луковолей происходит активация трепсиногена, формирование трепсина. Мы определяем это, используя флюорогенный индикатор, индикатор, который не флюоресцирует изначально, называется он бзипар, и он начинает флюоресцировать после того, как индикатор расщепляется трепсином. Вот эта зеленая окраска означает формирование флюоресцентного, выброс флюоресцентного компонента бзипара. Это означает, что в этой луковоле есть трепсин. Мы можем это доказать, проверить, используя спектральные возможности наших конфокальных микроскопов. В некоторых, интересно, не во всех, примерно в 40% луковолей происходит активация трепсиногена, формирование на трепсин. Эндецитозные луковоли, после того, как они формируются, способны участвовать в повторной секреции, в повторном экзоцитозе. Этот слайд показывает эти повторные экзоцитозы события, то есть эндецитозная эвакуоль транспортирована в базальной части клетки, она сливается с базальной частью клетки, выбрасывая свое содержимое в межклеточное пространство. Это означает, что трепсин, который сформировался в эндецитозной эвакуоле, может быть выброшен в межклеточное пространство и действовать на ближайшее окружение клетки. Мы также обнаружили, что эндецитозные эвакуоли могут разрываться. Кстати сказать, для того, чтобы сформировать такую эндецитозную эвакуоль, нужно слить примерно 400 секреторных гранул. То есть это огромная структура. Эти структуры могут разрываться внутри цитоплазмы. Разрыв сопровождается выбросом флюоресцентного материала из эвакуоли к цитоплазму клетки. Мы видим, что флюоресцентство собственного эвакуоли уменьшается, в то время как флюоресцентство цитозоля увеличивается. Это означает, что трепсин, который сформировался в эндецитозном эвакуоли, может быть выброшен внутрь клеточной цитоплазмы, и, соответственно, повреждать белки, находящиеся внутри клетки. Собственно, как формируется вот этот вот кальциевый оплаток, который вызывает кальциевую токсичность? В этих клетках нет кальциевых каналов, активируемых потенциалом. Основной механизм входа кальция в эти клетки осуществляется через так называемый store-op-rated calcium channels, кальциевые каналы, активируемые опустошением кальциевых депо, которые сформированы в результате взаимодействия между двумя белками. Один из этих белков находится в эндоплазматическом ретикуле, является сенсором кальция в эндоплазматическом ретикуле, он называется steam. Этот белок в состоянии транспортироваться в особые места клетки, в места контакта между эндоплазматическим ретикулом и плазматической мембраной клетки, и активировать кальциевые каналы. Кальциевые каналы называются рай. И таким образом формировать вот это вот кальциевое протое. Этот фильм показывает, собственно, процесс перераспределения кальциевых сенсоров, процесс, который запускает кальциевый вход в клетку. Каждая маленькая звездочка на этом клеточном звездном небе показывает место контакта между эндоплазматическим ретикулом и плазмолемой клеткой. Место, в котором распространяется, которое передвигается steam, место, в котором активируется кальциевый вход в клетку. В сотрудничестве с учеными, которые, собственно, открыли этот механизм Стивеном Феске, Амджаной Рау, мы обнаружили, что steam 1 и арая 1 экспрессированы в вакцинарных клетках. И в сотрудничестве с Blasco Smith Life, хромоцептической компанией, мы протестировали ингибитор, селективный ингибитор steam арая каналов GSK-7975A на кальциевый вход, на вот это кальциевое плато в вакцинарных клетках. Вы видите, что этот ингибитор достаточно эффективно подавляет кальциевое плато. Как говорят на англичане, то есть горячий нож в масло. Добавление ингибитора убирает долгодляющийся кальциевый сигнал и, вроде бы, по нашей дипотезе должно подавить кальциевое токсичность. Что происходит при этом с вакуолизацией клетки? Количество вакуолий уменьшается примерно на 60%, что означает, что один из основных признаков повреждения ацинарной клетки вакуолизация эффективно подавляется этим ингибитором. После этого в сотрудничестве с лабораторией Роберта Сатана эффективность этого вещества, эффективность ингибитора раи каналов была проверена в моделях экспериментального панкреатита. Модели экспериментального панкреатита были вызваны в мышах, разные виды, то есть хирургическая модель инъекций ТЛСС, традиционная Сирулин модуум метаболизма алкоголя, метаболитма алкоголя. Во всех этих случаях использование ингибиторов кальциевых каналов снижает параметры определяющие интенсивность экспериментального панкреатита. То есть это измерение амилазы, измерение активности трюксина. И аналогичные результаты были получены по гистологическим исследованиям панкреатитической железы в условиях экспериментального острого панкреатита. Как мне кажется, что мы 20 минут истекли. Это выводы моего доклада. Физиологические Покалия и уни서도 отмечается в ответ на неопаративный панкреат commune. Стивиум синхронный панкреатит связи между стивом секреции до срозок и целью для раций кемпроцентства Анатолийск кемпроцентства до срозок и целью кемпроцентства кемпроцентства Анатолийск для срозок и срозок для срозок отмечения сферканом Временные кольцевые сигналы называют убедить поднявание безобразных упражнений вызвать себе все безобразные упражнения часто не забьется не бросал не бросал не бросал безобразные безобразные каналов steam араи каналов которые вызывают кальциевый вход в оцинарные клетки подавляют вакуализацию и уменьшает агрессивность острого конкреатита в экспериментальных моделях острого конкреатита. Благодарю за внимание. Важно отметить также коллег, которые участвовали в этой работе Георгий Люр, Света Воронина, Марк Шарул, Ли Хейнс, наших сотрудников Роберта Сатана, Дэвида Кридла, а также коллег, которые помогли нам с идентификацией регионных каналов рационарных клеток Джана Рау и Стивен Тескет. Финансирование СМС, Национального института исследования здоровья Великобритании и Великобритании. Великобритании 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 Что Блокировка вот этих механизмов, кальциевых каналов, она позволит кардинальным образом воздействовать на течение острого панкреатита. Особенно какие-то инициирующие механизмы и кардинально влиять на клиническую картину, на клинические проявления. . И если да, то могли бы оценить перспективы клинического применения в таком во временном аспекте? Да. Мы очень надеемся, что этот механизм подавления кальциевых каналов, подавления кальциевой токсичности может быть использован для создания лекарств и лечения острого панкреатива. То есть эти вещества, эти ингибиторы оказались эффективными в случае, если они используются до того, как острый панкреатит вызывается в модели животных. Эти вещества оказались эффективными, если они используются после того, как острый панкреатит вызывается в модели животных. Хотя терапевтическое окно относительно узкое. А что вы имеете в виду? Узкое терапевтическое окно – это время начала лечения? Это время до введения ингибиторов, в течение которого они все еще способны подавить или уменьшить агрессивность лостропа. То есть потенциально применение только в самые начальные фазы заболевания. Вроде бы применение в течение достаточно короткого времени. Но я не совсем представляю себе, как относится экспериментальный панкреатит в мышах с реальной картиной панкреатита. Может, в разных регионах по-разному. Задача моей лаборатории – это определить механизмы и создать, определить возможные мишени для фармацевтического воздействия. Следующий этап – это эксперименты на животных, экспериментальный панкреатит. Естественно, следующий этап – это клинические испытания. Спасибо. Есть вопросы еще какие-нибудь? Спасибо большое за очень интересное сообщение. Хотел бы уточнить все-таки в отношении времени терапевтического окна. По вашим экспериментальным данным, какие диапазоны – в минутах, в часах, в днях? Примерно до шести часов. Спасибо большое. Спасибо. Еще вопросы? Алексей, спасибо вам огромное. Помимо того, что мы узнали просто на интересных направлениях, которые ведутся в разработке, про лечение острого панкреатита, мы еще увидели уровень, на котором эти разработки ведутся на сегодняшний день. Поэтому я думаю, что даже для аудитории, для нас, несмотря на то, что нет, может быть, каких-то специфических вопросов, которые вы имеете в других аудиториях, тем не менее, мне кажется, ценность вашего доклада, она очень большая. Спасибо вам огромное. Спасибо за сотрудничество. Спасибо. 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 Спасибо.